Всем привет дорогие друзья, вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Русфопес и сегодня мы играем уже против профессионала и как ни странно, если можно так выразиться, да, мне попался Ювентус и это кстати будет интересно, несмотря на то, что рейтинг моего состава чуть повыше будет, это будет все равно супер захватывающе. Пока у нас будет Бензима, а давайте Камарадону поставим, потому что Месси что-то как-то он не настроен играть на полную катушку, а потом мы уже посмотрим, что там можно заменить, может Роналду выпустим, в общем поехали. Если вы помните, ну смотрели предыдущую серию, то вы помните, что я сыграл 7-0, как и в предыдущих двух сериях, так сказать, держим планку, вот, Бутырка Стадиум, Рубин против Ювентуса, какая вывеска, да, вот. Если не смотрели, то вы можете глянуть, плейлист будет в конце видеоролика или в подсказках, я уже не знаю, куда я его там запущу. В профессионале 7 мячей, я думаю, будет забить немного, ключевое слово, немного проблематичнее, вот. И нужно избегать неточных передач, как это сделал, например, мой соперник, и смотрите, какой опасный удар был, зажал на всю, а почему-то в центр, вот что значит Рональдинио. Да, это уже видно, что тут пацаны умеют катать мяч, играть в футбол, не знаю, а вот насчет катать мяч, они точно умеют. Например, вот Марата, блин, как будто против суперзвезды играю. Реально, смотрите, у меня мячи отбирают и даже забивают мне гол. Гол, ну, понятно, Роналду, ему вообще ничего не стоит забить гол, но все равно, это первая сложность, которая забивает мне гол, да еще и первой. Ну, да, тут ничего сложного именно для Роналду не было, а для меня, да, немножко пришлось попотеть. Кстати, Роналду-то я не выпустил, все, мне хана. Так, Марадона делает, кстати, точную передачу на Бензима, и у меня забирают мяч. Мяч, только бы эта игра не превратилась в мое избиение. На самом деле, профессионал не такая уж сложная сложность, но что-то мне забили в самом начале матча. Так, отбери. Так, это будет вынос, 100%. Здесь мы должны выиграть вверх, выиграть, а не проиграть. Так, это назад, вперед. Так, все, мяч наш. И потихонечку, значит, развиваем нашу атаку. Бензима, ах ты, скидка, но у нас есть возможность забить на угловом. Ключево слово, возможность, а не самая. Ладно, короткий угловой, разыграем. Это у нас здесь подбежал Талису. Здесь ждет нашу передачу Дани Алвес. Александру, у которого есть возможность пробить, но, честный, вытаскивает этот, кстати, очень неплохой удар. Бускец должен выиграть вверх. Он это и делает. Ааа, нет, такая возможность была на Марадону отдать. Почему? Так, это Бускец, это Бускец. Марадону видит Бензима, но его почему-то постоянно накрывают профессионалы из Ювентуса, да? Бускец, а нет, это Пике, выигрывает вверх у Роналда, но мяч все равно у Ювентуса, и он ведет 1-0. Короче, мне это не нравится, я выпускаю крутых пацанов Бензима, извини. Так, где они? Не важно, что они немножко не в форме, они лучше. Да? Да, мне кажется, что они лучше будут. Все, погнали. Погнали. Сейчас немножко надо будет подождать, пока замена сработает. А пока мы даже не отбираем мяч. Это все из-за того, что Роналду нет. Вот, 100%, по-любому назван, обыгрывают. Крутят, вертят, но Пике все-таки отбирает мяч. Отдает, да, точную передачу. Марадона немножко тут покрутился. Передача на Каутинью. Он видит Рональдини, который ускоряется, быстро-быстро бежит, остановится. Отдаст точную, я хотел сказать, передачу, но Каутинью здесь на скидке. Да, Александро, Талисо, Бускец, Марадона, Каутинью. Бензимай, надеюсь, не в офсайде, и забивай, и опять он бьет в центр. И он еще и в офсайд залез, да? Какой нехороший. Зачем в центр бить? Кстати, уже конец первого тайма, а мне... Точнее, а я еще не забил. Ну, переигрывать не буду, потому что, ну, нечестно будет. Правильно, правильно. Заканчивается первый тайм. Водичка. Да, кстати, дальше в следующих сериях будет еще интереснее. Там сложность еще сложнее. Да. Вот, значит, бежим сразу же в прессинг. Ух ты, даже тут падают игроки. И Ронал здесь понимает, что надо тут прессинговать как-то. И, ну, чуть ли не отбирает мяч. Это было почти, а почти, как мы знаем, не считается, да? Да. Так, ну, тут мы должны, должны, должны отбирать. Должны отбирать Талисо, хороший корпус, Криштиано. Передача, Мартинес, добегай. Месси, Бускец, кто-нибудь отберите, добегите. Ну, умеют играть пацаны. Видно, что тренировались получше, чем, значит, в России, где-нибудь в Европе. Вот, очень крутые парни. Я бы не советовал против них играть. Ира бьету даже пробьет, но Ноер на месте. А, Бускец. Ух ты, и это, и это передача на Крещан Роналду, который делает передачу на Мартинеса, Мартинес. Ух ты, нет. Это, это, это ужас какой-то. Это какой-то ужас был. Ну, передачу, вообще, кошерная. Нам же, кстати, нужно минимум два забить, а мы этого еще не сделали. Так, Умтити не выиграл вверх. Молодец. Талису Рональдиньо. Так. Атака продолжается. Остановились. Так, отдали. Отдали. Идем сюда. Спокойно. И это Крещан Роналду. Да. Смотрите, с какой дистанции. Практически без разбега. Развернулся. И забил. Отлично. Мы сравняли. Предвижу уже, как в комментариях будут писать, что я играю в несколько тысяч раз лучше, чем Бот. Тем более, чем ты. Ну, мне это не важно. Важно, что забил Крещан Роналду. Смотрите, просто развернулся. Завернулся. И просто, кстати, слева ему вообще не важно, с какой ноги бить. Он с любой забьет. Вот. Я, кстати, рад, что я, по крайней мере, открыл счет уже. И надо забить еще один, чтобы, ну, чтобы было хотя бы, ну, солидненько. Не солидно, а солидненько. Солидно это нужно было не пропускать и забивать очень много мячей. Так, Талису хорошо. Все, уже соперник потерялся, я сказал. Талису потерялся. Но еще пока не совсем он потерялся. Он еще в игре. Даже вон Алвеса обыграл. Так, отдай, отдай мячик. Так, это Месси. Это Месси. А это Мартинес. А это снова Месси, который ускорится. Ускорится. А нет, меня тут закрыли уже. Развернется тогда. Отдаст передачу на кого? Ну, на Мартинеса. Хорошо, Мартинес развернется и забьет с левой ноги в дальний уголочек. Это 2-1. Ну, нужно было сделать лишь нужные замены и все. Это Мартинес. Смотрите. Рональдиньо развернулся, Мартинес. И забивает. Прям как красиво развернулся. Вы смотрите, а. Еще раз повтор. Рональдиньо. Мартинес. Оп. Практически не глядя забивает. Достойно, я считаю. Я считаю, достойно. Можно даже попытаться еще один оформить. Третий. Тогда это будет вообще камбэк. У нас и так камбэк, но это будет супер камбэк. Поэтому надо постараться. Ага. А тут вот передача на Марату, который... Который забивает мне гол в дальний угол. Слушайте, игра начинает накаляться к концу матча. Еще раз повтор. И тут подработал. И я вообще не ожидал, что он как бы бить будет. Вот. Но он как бы забил. Стандартно отдал передачу. Потом пошел дальше открываться. Потом получаешь мяч. И уже гол. Вот. Ладно. Самое главное, что мяч у нас. И мы можем развивать уже свою атаку. Рональдинио. Мартинес. А кому отдавать мяч-то? Ладно. Хорошо, что это точная передача. Мартинес на Роналду. И всходу... Почему это во вратаря? Так. Ладно. Хорошо. Рональдинио. А вот здесь Месси. И Месси уже ничего не помешает забить. Но это опять во вратаря. Почему? Нет. Так. У нас есть угловой. Да. Ладно. Уж посмотрим повтор. Здесь. Ну, здесь нужно было, кстати, забивать. Или можно передачу было отдать. А там на пустые. Ну, уже ладно. У меня уже там игроки вон устали. Так. Это короткий угловой. И мы его вот так вот, смотрите. Опа. Обманули. Так. А кому отдавать-то? Ладно. Талису. А дальше-то? А дальше кому? А что я сделал такое? Я даже сам не понял. Ну, ладно. Ну, 2-2 тоже неплохо. Но можно было и лучше сделать. Все. Оформить, так сказать. Умтити выиграет вверх. Ладно. Умтити не выиграет. Ну, Бускес, по крайней мере, точную. На Мартинеса вышла. Дальше. На Кришчан Роналду. Который будет навешивать. На Рональдинио. Ладно. Талису так забьем. Давай. Ну. Хорошо. Хорошо. 2-2. Тоже неплохо. Но можно было и немножко покошерней сыграть. Ну. Так тоже достойно. Вот. Пишите в комментариях, как вам игра. Кстати. Если вот такая штучка в гостях нету. А у меня есть. Значит, именно я победитель. Собственно. Вот. Видите. Значит, я затащил. Я был лучше все-таки, чем тот игрок. Ну, вот. Ну, все. В принципе. С вами был Руси ФПС. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И если понравился видеоролик, нажимайте на колокольчик. А я пойду записывать для вас следующую часть нашей супер-супер-рубрики. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь на канал.